Дорогие соотечественники! Дорогие, наверняка, когда мы идем с вами по раздолбанному столичному городу, некогда белому, зеленому и прекрасному, у нас возникает чувство возмущения. И мы начинаем говорить себе, или просто внутренний голос нас говорит, так не должно быть, такого быть не должно. Когда мы видим в этом же некогда белом, зеленом, прекрасном городе, видим нищих, видим всякие непотребности, видим, что сотворяют с молодежью, опять же, в душе у нас возникает внутренний протест. Такого быть не должно, так быть не должно. Но, когда мы проходим мимо базарчика, где меняют долларовую или евровалюту на наши леи, а меняют постоянно, потому что единственный серьезный источник дохода, это от наших посланцев, гастарбайтеров, которые трудятся во благо чужих стран и чужих экономик. И когда мы видим на таблице, на некоторых базарчиков, такие замечательные разницы цен, удивительно, значит, сдаете доллар, получаете, значит, 17 копеечка милей, а когда вы его хотите купить, то там цена под 20. Значит, то же самое с рублем, там вообще фантастически, там соотношение 2 к 3, вообще невероятно. То же самое с гривной, со многими другими валютами. Ведь это нарушение всей финансовой системы и таких вот точек сколько угодно. И тогда человек опять возмущается, ну такого же быть не должно, такого быть не должно, потому что не должно быть никак. А тем не менее, оно есть. И вот мы все с нашими этими не должно, должно, не должно, а не задумываемся, что за словом должно, должное, не должно, не должно, стоит понятие долга. Долг – это фундаментальное понятие. Долг – это то, на чем держится любое государство. Долг – это обязанность. Долг – это закон. Есть два типа долга. Один – писанный, закон писанный, а другой – закон моральный. И вот тот не писанный еще покруче, чем тот писанный. И вот, живя в государстве, где такого быть не должно, мы иногда слышим и другие крайние суждения. А вообще этого, дескать, государства быть не должно. Это, мол, дескать, какое-то государство фантом, какая-то ошибка истории. И забывают люди, что нашей государственности около семи веков, и мы, граждане этого государства, потомки людей самых различных национальностей, должны, обязаны сделать так, чтобы этого всего не должного не было. Сегодня у нас в студии особый человек. Человек, который сделал сам себя, прошел через очень трудную юность, через очень большие испытания. И он все-таки себя сделал. И мало того, он сейчас лепит тела и души очень многих ребят из нового молодого поколения, которых можно смело назвать патриоты Молдовы. Лидер, духовный отец и наставник организации воевод Николай Паскарь. Здравствуйте. Здравствуйте. И спасибо за такую презентацию. Конечно, нужно было чуть поскромнее, Виктор Иванович. И, конечно, вы правы. Мы, как молодежи, смотрим за вашими программами. Еще много лет назад мы приглашали на наши различные совещания, на наши конференции. И мы очень благодарны, что в обществе есть и учителя. Потому что в Германии говорили, что Великую Германию создадут учителя. А, ты имеешь в виду высказание Бисмарка? Да. Что говорит Германию создали не генералы, а скромный, говорит, учитель. И, к сожалению, все, что происходит в молдавском обществе, это наши проблемы. Это иногда даже мы есть проблема, то, что происходит с нами. Здорово ты сказал. Потому что, в принципе, у нас две проблемы. Внутренние, это очень большие проблемы, и внешние. Внешние проблемы сталкиваются все страны мира. То, что их не признают, или не признают этнос, или пытаются у них забрать землю и так далее, культуру, дух народа, нацию. Главный суверенитет. Это происходит во всем мире. Мы видим, что карту Ближнего Востока, практически ее сейчас начинают крыть по-новому. То есть, это случается, и мы должны быть сильными и готовы к переменам. Это очень важно. Потому что перемены, это дело такое, что нужно всегда иметь в виду более взрослые поколения, ветеранов и молодежь. Потому что именно они являются генераторами. То есть, смена поколений предполагает перемены в обществе. И это очень важно. Вот почему затронул именно тему учителей. Потому что даже есть высказывание. Народ, который не ценит своих предков, практически он может... Обречен. И это очень важно. История, дух народа, свои предки. И вы всегда нас этому учили. И мы очень, конечно, благодарны. Потому что, если бы даже это не было, еще неизвестно, где бы мы были, на каком этапе деградации. Наверное, была бы настоящая катастрофа. Может быть, даже чуть не гражданская война. Потому что все-таки мы держимся. У нас народ сильный. Хоть и со многими проблемами. У нас народ стойкий. Мы видим, что мы есть, мы существуем. Нас слышат, с нами считаются. И я думаю, что у этой страны есть будущее. Пока будут такие люди, которые хотят, которые стремятся к тому, чтобы изменить мир к лучшему, мы непобедимы. Потому что иногда целый народ может внедриться в одного человека. То есть, из этого человека получится либо хороший историк, либо политик, либо хороший спортсмен. И вообще гений. Если мы замечаем, на Молдавской земле, у нас очень много талантливых людей. Наши люди делали революции где-то в Африке. Наши люди... Получали премии Оскара где-то в Америке. Где-то писали истории для чужих стран. И воспитывали Петра I, я Николая Миллеска с Пафария имею в виду. И многие... То есть, не нужно недооценивать себя. И платиться, что мы ничего не породили. И не нужно недооценивать качество этого народа. Потому что мы, как птица Феникс, вышли из этого пепла. Возродились. Прекрасный образ. Молдавский. И я думаю, что мы справимся. Потому что у нас есть база, есть история, есть победы нашего народа. Самое интересное, я слежу за украинскими, российскими историками. Они рассказывают о вещам Олеги, о князе Игоря. И самое интересное, где-то я прочитал, что у князя Игоря была битва с половцами. И там 15 тысяч на 25 тысяч этих самых. Он выиграл. Я думаю, где же они были, когда Штефан Чалмари практически остановил всю громадную армию Османской империи. В числе 120 тысяч самых отборных иничар империи. Имея, дай бог, слава. То есть, вот здесь, на полях Васлуя. Один к пяти. Подожди, не один к пяти. Да, один к трем. Один к трем это точно. Вот здесь и состоит загадка духа нашего народа. И вот в этих исторических событиях есть ключ успеха. Николай, помнишь, вот на памятнике Стефану? Было написано. Было замечательно. Это был, говорит, человек, который малыми средствами делал великие дела. Потом эту надпись какие-то умники убрали. Сняли. Почему? Так до сих пор и не понятно. Но, вы видите, именно в этом геополитическом контексте нашу Молдову хотят сделать примет для раскидания камней в сторону России. Я смотрю, у Запада очень хорошо это получается с Бальтийскими странами, с Польшей, с Румынией. В том числе у них новые центры противоракетные. Все выслуживаются за счет бросать камни восточного соседа. Но это тоже стратегическая тактика этой войны. С чужими руками. И это всегда было. И самое интересное, вот и здесь есть то, что вы нас учили, про китайский стратаген. Все эти, то, что делает Запад, это можно понять, можно увидеть. И самое интересное, что в этой игре мы существуем, мы есть. И самое интересное, что здесь даже много не надо читать великую шахматную игру. То, что писал польский политический аналитик. В Железинске. В Железинске, да. То, что будет. И оно есть. Оно, хочешь не хочешь, мы от него не можем. Помнишь, таскать жар чужими руками. Чужими руками. Или другое написано, что если одному народу закрыть небо и срубить корни, этот народ сам приползет и будет просить защиту от самого себя. И мы смотрим, что наше министерство сейчас в большинстве этими занимаются. Рубят корни молдавского народа, молдавского этноса. И пытаются нас все дальше уводить от духовного. От неба. От неба, от Бога именно от корней. А мы должны понять этого, что мир не такой хороший. Как те палаточки вот возле главпочтанта, Нзыва, Мария, как говорят, в ясный день собирают подписи за то, чтобы слить, сдать свое государство. Никто не чешется. Вы знаете, это должен быть вызов, что у нас продажный... Так не должно быть. Это не должно быть, но это есть. И самое интересное, что вот в этом случае демократия есть эти цепи, которые мы не можем защитить себя. Когда к тебе приходит чужеземец в дом, и он начинает строить свои порядки. Он начинает разрушать твой дом изнутри. Вот здесь есть некомпетенция политического класса. У нас мало политиков. У нас в основном предатели своего народа. И у нас в основном люди, которые бескребетные. Не политики, а политиканы. И в этом, может быть, можно увидеть какую-то либо стратегию. Но я в этом вижу... Интересом. Я вижу... Шкурный интерес. Шкурный интерес. Вот в этом правы. Я думаю, что все-таки у нас поменяется в стране чуть-чуть ситуация. И этого хлама не будет. Потому что в стране, где полицейские продают наркотики... Мы знаем, на прошлых неделях были по оперативной сводке большие скандалы. Если в стране, когда учителя получают мизерную зарплату, в стране, где инвалиды попрошайничают на всех переулках города, в стране, где в районе можно найти 50 казино и ни одного спортивного зала, это трагедия. И мы должны задуматься здесь. Мы должны посмотреть вверх и увидеть ответственного. Когда был Воронин, можно было указать и говорить, вот он ответственный. И Воронин был ответственный, потому что в определенное время... И он, кстати, неплохо справлялся со многим. Поднимались пенсии мало, но поднимались... Бандитов всех закрыл, зарплата поднималась, и была надежда, которую сейчас я смотрю... Экономическая активность повышена. Они ее убивают. И самое интересное, я все-таки думаю, что этот политический класс, эта политическая субкультура Молдовы, они все-таки задумаются над этим, потому что время еще есть. Мы еще летим ко дну. Есть время, чтобы мы уже упали на самое дно и начали подняться к небу. И я все-таки уверен, что что-то поменяется. Конечно, если включить телевидение Молдовы и прессу Молдовы, конечно, там они представляют самое плохое, что есть в этом народе, что есть в этой стране. Но это, опять же, стратегия, чтобы зомбировать людей. Вот давай как раз эту тему, Николай, обсудим. Вот смотри, мы все время замечаем какое-то желание показать. Вот нас... Ну, во-первых, пункт первый. Говорят, что мы какой-то неудачный, свежеиспеченный проект. Ну, и понятно, чей проект. Конечно, Йосифа Виссарионовича Сталина. Значит, первый у меня... И сразу там Молотова, Риббентропа, и все это вот... Котовасио. Вот смотри, первое, что вызывает недоумение. Ребята, о каком вы говорите о молодом государстве, когда нашей государственности 7 веков дали государственность, это добыто потом и кровью людей. А там, где пот и кровь, там появляется святость. Дальше. Посмотрим, какие мы многонациональные. Мы много раз говорили здесь с тобой. Посмотри на чисто молдавские фамилии. Русу, казаку, уляху, поляк. Булгару, татару, Коман, Команян. Это же вот те самые половцы, эти богатыри пустыни и степи, вот, резеши. Сасу немцы. Я уже... Фамилии тьма тьмущая. И все они о чем говорят. Что Дмитрий Кантемир был прав. Мы очень многонациональный народ в своей сути. Потому что, если даже молдавские фамилии, в чисто молдавских селах, вот, звучат таким образом, то что говорить об остальном населении, которое живет в городах. С другой стороны, значит, если мы говорим о том, что мы якобы какое-то выдуманное государство с выдуманным народом, то давай посмотрим на наши традиции. Зайдем в то же самое любое село и спроси, кто в нем живет, ты услышишь, что живут молдаване. Где на каком языке? Они говорят по-молдавски, на языке предков, да? А им умники, которые представляют государство, наша соседняя Румыния, которая была создана, кстати, по инициативе, молдаванина нашего же Александра Иоанна Кузы, и наших молдавских вояр, и наших молдаван как таковых. Не будет их никакого государства в Румынии в середине 19 века, как известно, бы не возникло. Правильно? И вот мы, те самые, которые не участвовали в этом объединении, в котором столица переместилась из Яс, куда? Идейная столица. Бухарест. И сейчас Яса мы видим. Маленький, средний, провинциальный городок. А Бухарест, мегаполис, где столица, там деньги, там все. Кстати, это Вашекузу, который объединил и создал вот эту Румынию. И вот через 6 лет, помнишь, спустя, сделали переворот, выгнали, как собаку из страны. А попытки яских молдаван, так сказать, повернуть ход истории вспять, вот с митрополитом Калиником, значит, штыки из Алтени и Мунтени быстро подавили. И нам после этого говорят, что мы какое-то молодое государство, какой-то сталинский проект, черт знает что, не весть откуда взятая. И опять же, этот факт Молотова-Риббентропа. Да какое имеет отношение Стефан Великий, Александр Добрый, Богдан основатель, все эти Богданешты, Мушатины, все эти наши предки, какое они имеют отношение к этому пакту Молотова-Риббентропа. Пусть мне хоть один идиот, а две с ним, какое они имеют отношение. А ведь наша молодежь днем и ночью зомбирует. Вот нет такого народа молдаван, нет такого государства, как Молдова, нету такой истории, как у нас. Все это, мол, якобы, какие-то выдумки и так далее. И это все ненаучно, а мы, Николай, с тобой все примитивные молдавинисты. Вот скажи, вот как быть с этим? А ведь это в школах, где висят карты Великой Румынии, где мадам Фусс день и ночь дурят ребят, затемняет им свое государственное самосознание, свое народное самосознание, свою идентичность, причем я имею в виду не только молдаван, а детишек всех происхождений, всех национальностей. Что делать с этим, Николай? Вы знаете, это иллюзия, а чтобы разоблачить иллюзию, нужно на материю или на ситуацию смотреть трехмерно, с разных сторон. Румыния, она такая страна, ей, чтобы сохраниться, она должна нести эту идеологию румынизма, хоть она и ложная, хоть и интеллектуалы Румынии понимают, что это ложная само по себе идеология, которую они берут на себя, и это прорыв национализма, им нужен, чтобы сохранять страну, в которой много проблем. Внимание, смотри, идеология государства, которая возникла только во второй половине 19 века. И они сами знают, большинство они знают. Самое интересное, мы не должны защищаться, мы должны решать свои национальные проблемы. И первая проблема объединения с Приднестровьей. Вы правы, когда сказали, что у нас многонациональная страна. Если посмотреть по ДНК у каждого из нас, можно найти, то есть, можно увидеть очень многие, можно увидеть историю всего Европы и Азии. И самое интересное, но мы должны сплотиться, потому что забирают у тех, которые слабые, забирают у тех, кто отдают. И самое интересное, что мы можем сохранить нашу независимость благодаря большим странам, в том числе, как может быть гарантом и сама Россия и Украина. Потому что пересмотрение границ это Третья мировая война. И самое интересное, что политики Румынии не понимают, они не могут сюда оккупировать эту территорию, потому что у них за спиной Добружа, которая является болгарской землей. Трансильвания венгерская. То есть у них столько проблем и сами они иногда, вот у меня много знакомых есть из Румын, они делают вид, что они даже не слышат все эти лозунги, потому что они понимают, что это большие проблемы. И Йоханнес говорил об этом. Кому нужно рассорить румын и молдаван? Ну, давайте посмотрим, что Европа тоже является колонией, в том числе больших держав, что Европа не сама себе диктует бизнес, политику и так далее. Короче, ее суверенитет относительный. Ну, конечно, есть кланы большие, всемирные, есть организации, которые диктуют. Но когда Анжела Меркель в Вашингтон едет за инструкциями, это тоже говорит? Ну, конечно, тоже. И мы должны это нормально понять. На этом сыграть надо. Потому что мир, он не такой красочный, как его нам представляют. и границы, это еще не является гарантом, что вы завтра не исчезнете вместе с границами и вместе со всем народом. Он Югославию. Югославию, ее растерзали. И самое интересное, проблема в том, что существует вот это мировое превосходство или конкуренция между странами. И мы видим, что все-таки однополярный мир, он несет за собой большие последствия. И мы их уже видим. То есть, главное, чтобы эти большие державы, от которой зависит судьба мира, главное, чтобы не развязали... И малых народов. И малых народов не развязали третью мировую войну. Но у нас на локальной, вот локальная ситуация, локальные проблемы, мы дома можем сами решить. И это никто нам не может помешать. Помешать. Если мы захотим. Что нам может помешать поехать с делегацией в Тирасполь и договориться с преднестровцами? Потому что это тоже те же молдаване. Когда кто-то из Тирасполя, из Бендера уезжает в Москву или в Россию, куда-то, или даже в Брусселе. И там называют молдаванами. Потому что преднестровская Молдавская республика и так далее. И он олицетворяет всех молдаван. И самое интересное, что нам никто не может помешать договариваться, вести бизнес. Если едет в Москву, его тоже говорят. Откуда с Молдавой? Сколько угодно. Прием с Молдавой. Или с Севера Молдавы. Там из Бельс откуда. И мы должны вести мудрую политику. А чтобы вести мудрую политику, нужно выбирать людей. Не воров, как сейчас мы видим, что возглавляет целое министерство. В том числе скандалы. Это же мы сейчас находимся в информационном веке. Все эти скандалы они видны через полчаса. То же самое министр обороны. Они продали зенитную ракету. Установку. Которая стоит опять же миллион евро. Они подали за бесценок. Она нам не нужна. А кому они продали, кстати, Николай? с мудраинцами, чтобы те начали вести эту самую... Я не думаю, что Украине нужна ракетная установка. Он денег заработал. Потому что он денег зарабатывает на воровстве. Потому что именно это и маркирует эту партию либеральную. Потому что когда он был во главе с железнодорожной... Кстати, а почему Михаила Федоровича народы назвал? Как ты думаешь? Я думаю, что... Что это было? Это было все-таки кто-то из его окружения. Они начали видеть реально, что этот человек не ведет идеологию какую-нибудь. Даже того воссоединения. Они реально пришли у власти, чтобы разрушить и чтобы этих людей, которые... Чтобы на колени всех. Потому что народ, который нищий, народ, который бедный, народ, который без достоинства, отчаянный, его легче контролировать. Сколько он обещал. Тот же Гимпу. Я не буду зацикливаться на нем, потому что он не заслуживает места в нашей истории, потому что это меркосный политик. Потому что зная, что сколько пенсионеров у нас в Молдове существует за грани черты бедности, нищеты, которые не имеют, не могут себе позволить на лекарства, не то, что на оплату квартиры. Подняли они этот вопрос. Не поднимали. Они ставили какие-то мемориальные доски, какие-то памятники, какие-то, чтобы больше разладить отношения с Россией. Они бросают камни в России. И мы видим, что на эти полторы года, два года, сколько есть эти санкции с Россией, меньше денег в Молдове. У нас не идет бизнес. У нас зарплаты, мы видим, мизерные. Пенсии не поднимаются. Продукты растут. И это именно политика, целенаправленная на уничтожение этого народа. Вот это есть геноцид, медленный геноцид этого народа. Я надеюсь, что наши люди все-таки мудрее, они это увидят. Но уже раз назвали так, какое-то просветление наступает. Потому что тот человек, который делает эти преступления против своего народа, а для политика что значит преступление? То, что он не делает, то, что обещал, то, что он не работает, то, что он бездействует. Мы видим, в каком состоянии город Кишинев. Это части платформы либеральной партии. И если что-то начинается на конкретные дискурсы по поводу проблем города, они уже начинают пугать советскими танками, советским прошлыми, потом входит как тема депортации танки Путина и так далее. То есть, они пытаются идеологии, вот этой пропаганды закрыть реальность, которая есть. И они говорили про европейского прокурора, но этого никогда не будет, сам ГИМПу не допустят. Сколько они сделали на протяжении всех этих... И то же самое либеральной партией мы видим те же рубка лесов, которые идут в кодрах Молдовы. Они посадили эти леса, что рубят, то, что они продают участки по всей Молдове, именно в лесах Молдовы и так далее. То есть, целенаправленно уничтожают нашу страну. К сожалению. И самое интересное, знаете что, что вокруг есть еще политические партии. Почему они не останавливают весь этот беспредел? У нас же есть оппозиция, которые они бы могли все-таки остановить то, что происходит. Мы видим людей, которые берут на себя обязанности правления этой страны. И это очень важно, чтобы они включались, чтобы вот на этих примерах показали то, как должна развиваться Молдова. Потому что народ видит. Зря они считают, что народы тупые и так далее, и они не разбираются. Народ видит. Я думаю, что народ будет санкционировать все это самое. Хоть и другое мнение есть, что найти виноватого очень трудно. Их 30 политических партий, если не больше, они прыгают как те наперстники, как фокусники из одной партии в другой. И оказывается, что Юда только ГИМПу. А под ГИМПу там работали еще сколько работали из либеральной партии. Все эти тендеры городские, все это неуправляемость, все эти заказы, которые они берут из бюджета Молдовы. Конечно, бардак, беспредел, мы это пройдем. Надеюсь на благоразумие этих политиков. И нужно менять. Нужно вдохновить молодежь, что пошли в политику, что поменяли все это строй, который гнилой политический этот слой. И нужно с новыми силами идти вперед. Я смотрел недавно на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, вот на днях смотрел. Самое интересное, что там была презентация французов. Они пришли с французским вином и показывали, вот как Франция хотела бы попасть на рынок, опять заслужить доверие. и так далее. Молодцы. Нам бы таких, нам бы таких. Почему мы не там? Мы с Россией не враги. Молдавские народы, русские народы, у нас связывают общее, прошлое. Почему мы не продаем свободно там? Давайте сделаем референдум. Россия нам же не враг. Почему мы не можем заработать деньги на пенсионеров, деньги на ветерановы войны, деньги на интернаты, потому что сейчас дети все выкинули из интернатов и они все бродяжничают по окрестностям Кишмеда и нюхают клей. А садики проблема. Почему Россия для нас должно быть врагом? Я что, я не являюсь адвокатом России, адвокатом Путина, но выгодно дружить с Россией, потому что мы аграрная страна. Почему у нас в стране продают турецкие помидоры, соки и так далее? Яблоки из Польши? У нас что, дубосары, мало теплиц в дубосарах, почему мы не помогаем нашему фермеру? Почему мы уничтожаем наших фермеров? Вот это кто нас, вообще кто мы являемся? Республика Молдова суверанной страной или мы являемся американской колонии или европейской колонии? И самое интересное, почему под присмотром этих комиссаров вот этих нужно первых выгонить со страны? Почему было вывезено из Молдовы столько денег? Они же наблюдатели. Они же следят за всеми. Они же следят за всеми. Они все знают. Ну, как возможно в 60 лет советской власти в Молдове столько было построено, да, те же дороги, до сих пор гимпухает советское прошлое, но ездит по тем же дорогам. И Кишинев даже держится по теме. И разворовывается тоже, что было создано тогда. Почему эти европейские чиновники, они не заметили кражу из нашего народа, наши деньги, миллиард. За миллиард можно было построить сколько школ, дорог, сколько можно было дать этим пенсионерам, бедным людям, которые ходят с этой самой и просят по базарам. Это же не миллиард лей. Это, считай, около 20, получается, около 20 миллиардов лей. Чтобы люди поняли. Вот это то, что имеем. Продажный политический класс, продажный, из парламента, если есть два человека или три, которые решают что-то или пытаются что-то решить. Остальные все, опять же, их нужно куда-то прогнать, в колхозе где-то, чтобы прошевали, потому что нету, не видно. Они ходили с этими красными карточками, типа предупреждают коррупцию в Молдове. Это кто организовал такое? Эту акцию организовали парламент Молдовы и евродепутаты. Я одно не могу понять. Какие красные? Кому красные? Кому их показывают? Народу? Или вам? Те, которые вы его грабите на протяжении столько лет? Кому вы их показываете? Не Рейдман, который ходит с карточкой, делал все эти совещания с закрытыми, где обсуждался выводы миллиарда? Ребята, где эти деньги? Вот самое интересное, к власти должны прийти молодежь, которые могли до последнего евро или доллара привезти обратно в Молдову. И должны искать, как вы знаете, Моссад искал еврея, вот спецслужба евреев, террористов, искал террористов по всему миру, вот должны создать такую службу и найти. ГИМПу нужно найти в Бразилии, в Мексике нужно привезти и пускай ответит за все эти кражи, потому что его, Драгуцану, был начальником этого национального банка. Где деньги? Шалару нужно, опять же, найти на конце земли и привезти. И где эти деньги за ракетную установку, за эти поезда, которые все крадут? Это люди без Бога. И самое интересное, вот это проклятие нашего народа, это политики. И мы ничего не можем делать. Общественное мнение в Молдове приравнено к нулю, потому что мы не можем ничего делать. Организация Воевод, мы подписали сколько петиции. Мы работали с Министерством внутренних дел по проблемам детей, которые попрошайничают, инвалиды и так далее. Ситуация не меняется. Они люди, которые не слышат, они не видят. Они люди, которые ослеплены властью или деньгами. И самое интересное, что самое обидное, что ситуацию не могут менять, не хотят менять. И с одной стороны, даже есть подозрение, что они все это специально делают. И если их долго держать у власти, нас ждет катастрофа. Самое трудное, что может ожидать, это гражданская война. Опять же, навести толпою против России, как это было в 92-м году. После войны еще никто не понял, почему мы не разобрали еще ситуацию с войной. Почему у нас все-таки такие сложные ситуации с Приднестровьей? Потому что могли бы договориться, могли бы создать единую политическую зону и решать глобальные проблемы. А нас специально разделяют, чтобы мы здесь могли друг с другом конфликтовать. Друг с другом разбираться. Это чистая деструктивная политика, которой они все это делают. К сожалению. Но мы, конечно, все-таки по-молдавски меритемой мульт. Мы заслуживаем большего. Мы заслуживаем большего, потому что тот пенсионер, который сейчас при смерти, или тот пенсионер, который ему трудно, который он работал на благо этой страны столько лет, ему нужно сейчас помочь. Или тот ребенок, или тот ребенок, который выгналит с интернета, он завтра будет в тюрьме. А мы знаем, что у нас самое большое число заключенных в тюрьмах, и люди от безысходности попадают. Коля, что у нас сейчас с детской, ты вот занимаешься детьми, да? Да. У тебя организация, которая занимается и спортом, и благотворительностью, и самое главное, чтобы эти ребята правильно мыслили, при деле были. Потому что ребенок сам знаешь, отпусти его, там сразу плохие руки, плохие мысли, наркотики и все прочее. Скажи, пожалуйста, как у нас дела с детской преступностью? Что делается? Что происходит? Были растрачены много европейских грантов, зарубежных доноров, чтобы разрушить интернаты, чтобы разрушить вот всю эту систему, как у нас было. Куда бедно, но было. То есть, это за зарубежные деньги, за гранты все это разрушено. И самое интересное, что у нас в Молдове есть очень много таких организаций, которые проплачены различными зарубежными организациями, гранты для того, чтобы разрушить эту систему, чтобы разрушить культуру, чтобы разрушить оптимизацию, чтобы разрушить церковь, чтобы внушить или внедрить в молдавскую культуру все эти нетрадиционные связи, которые есть, работают систематически на развал этой страны, на разрушение этой нации. Я думаю, что и не получится. Причем нация, понимаемая как многоэтничная, как гражданская нация. Я с вами согласен. И в этом мы все должны понять, что мы обязаны сохранить и беречь эту страну. К сожалению, очень многие русскоязычные смирились с тем, что у нас язык румынский. Хоть и мы считаем его молдавским, хоть язык в конституции называется молдавским языком. Язык, он является один из бастионов защиты молдавского народа. Это маркер. Почему мы его, почему мы избавляемся? И это делают то же самое русские. Они что думают? Перейдут на них скоро, скоро не будут признавать, будут разделять их по славянам, украинцам и так далее. И самое интересное, я скажу у вас в передаче из русской интеллигенции, людей, которые живут русскоязычных в Молдове, очень многие работают против русского мира, против России, и работают за зарубежные гранты. Вот это пристыдно, потому что русский человек идет на русского. И этому... И это в Прибалтике наблюдается. Я даже написал статью на Эхо Москвы, что развал Украины это самое большое достижение Запада в этой геополитической войне. И самое интересное, что разрушает русский мир с помощью русских. И это прискорбно. Потому что мы смотрим сейчас различные передачи, где русские сами русских бломеют. И то же самое на Украине они тоже не рады. Если посмотреть реальные сцены из Ютуба, то, как сражаются на Юго-Востоке, там русские убивают русского, там разговаривают на русском, там допрашивают на русском языке. То есть это трагедия этого русского народа, который мы имеем... Конечно, имеем отношение, потому что мы являемся на этом стыке цивилизации, вот как вы нас учили. На этом стыке цивилизации, где сталкиваются три мира, славянский, романский и тюркский. И мы молдаване, конечно, имеем часть из всех этих миров. Ну что, Николаевич, большое спасибо тебе за искренне так, и видно по всему, как ты говорил, что ты говорил на вещи, которые тебе не безразличны. Я следил за тем, как горели твои глаза, как руки двигались, жесты. Вот этот язык, язык, скажем так, тела, это не просто текст, вот, сяли там, написали, а он как-то произнесен. Я видел, как ты переживался, переживал тому, что ты говорил. это говорит о том, что у нас есть люди среди молодежи, вот, подрастающего поколения политиков, я надеюсь, потому что рано или поздно должно прийти поколение, которое должно сказать, так быть не должно. И вот за это тебе спасибо, за твои вот такие очень эмоциональные, а с другой стороны очень точные суждения, вот, которые говорят о том, что ты очень много работал и над собой, и над своими сверстниками, и над воспитанием молодого поколения, чтобы из него выросли достойные граждане. И я знаю, что твоя организация «Воевод» делала, делает очень много в международном плане. Я видел твои международные фестивали, где мы доказывали, что Молдова имеет будущее именно через наше молодое поколение. Большое тебе спасибо. Спасибо, Виктор Валь, за приглашение. Мы вас очень уважаем. И самое интересное, не нужно прощать агрессию, в том числе информационную, против своей страны. Нужно быть воинами, нужно сражаться. И уметь жить, это очень важно. Спасибо. Спасибо тебе. Дорогие соотечественники, ну вот и подошла к концу наша очередная авторская программа «Опозиция». Мы очень рады, что вы вслушиваетесь, а я это чувствую на улицах, встречаюсь с людьми, чувствую по звонкам, чувствую по беседам, что мы делаем, наверное, то, что вот вы сами сказали о нашей передаче. Мы пытаемся открывать глаза людям. Мы пытаемся быть тем зеркалом, через которое мы все смотрим в глубины собственных душ. Благодарю вас за внимание. желаю вам успехов, желаю вам хорошего настроения, будьте бдительны, вечно любящий вас Виктор Иванович Большой.